Ну что ж, зато мы узнали еще один памятник древней цивилизации и особенности древнеегипетской архитектуры. И, если вам очевиден способ построения пирамид, то способ водружения многотонных блоков на колонны пока не понял никто. Возможно, к следующей, именно в вашей поездке, ученые смогут найти это решение. Решение наше было вполне объяснимым. Солнечная палуба, бассейн и до следующей остановки в Этфу. Выделить из своего недельного, десятидневного или, как у нас, двухнедельного отдыха, три дня для того, чтобы узнать историю египетской цивилизации, вживую, так сказать, оказалось не так уж и сложно. История эта напрямую связана с этой великой рекой. И если предки наши, россияне, боролись с холодом, то другая цивилизация плотничком так осваивала пустыню, рядом с единственным источником жизни, то есть с водой. Здесь вообще каждая миля, а мы в раз стали моряками, протоптано миллионы раз босоногими египтянами и арабами. И здесь. И находясь за тонированными стеклами панорамных окон, великолепной каюты и на палубе в бассейне, можно созерцать и каменоломни, из которых вырубались камни для пирамид. Это вниз по Нилу. И что самое интересное, делались стеллы и колонны и отправлялись вверх, в более интересные, скажем так, храмы. И тут надо заметить, что по скорости течения Нил дает фору большинству равнинных рек. Поэтому в скором будущем по течению можно, наверное, будет отправляться в соответствующем рассказам Джерома Кей Джерома Суденышки. В соответствующей же компании. Кстати, не все крузеры здесь такого же уровня, как наш. И тут мы в очередной раз поблагодарим нашего приятеля, брата мне по духу, Вахида Эльшира. Он с нас не взял лишнего. Он устроил нам прекрасный круиз на одном из лучших теплоходов. Тут важно понимать, что, конечно, не все поступают таким образом. Особенно гады-гиды от туроператоров и отельные вас будут напаривать и разводить. И за цену большую и в разы организуют непонятно что. Но, по крайней мере, этот человек, основатель туристического бюро «Дживана Тур», сейчас работает на проценте, естественно, от первоначальной цены. Ему доверяют именно руководители аквапарков, пароходств и музеев. Он в Хургаде живет уже 15 лет, и найти его достаточно просто. Ваккурат напротив отеля «Миномарк», либо взяв телефон в центре микрофинансирования и туризма. А лучше купив здесь тур. Как сделали это мы и ни на секунду не пожалели. Круизные путешествия в Магнитогорске не так распространены. Вот уже 14 лет я знаком со своей женой, а свояк у меня живет в Самаре. Как вы думаете, сколько бы раз я смог прокатиться по Матушке реке Волга до Астрахани и обратно? Ответ будет – ни один раз не прокатился. Ну, во-первых, некогда. И вот я решил своей супруге подарить путешествие по Нилу. Вот таких путешествий в России точно нельзя устроить. Потому как, во-первых, кондиционер в каждом номере. Кроме всего прочего, этот круизный лайнер имеет 5 звезд. Еда здесь просто великолепна. И располагаемся мы на четвертом этаже. То есть прекрасный панорамный вид на Нилу, что вы, собственно говоря, и видели. И мы приехали в последнюю остановку перед Луксором – город Этна. И здесь мы посмотрим единственный сохранившийся храм. Только получится это, я вот не знаю. Потому как иногда нас шпыняют с нашей камерой. Продолжение следует...